Так, могут ли учебники воспитывать? Для нас важно с вами понимать, что воспитание, если мы обратимся, мы можем обратиться к толковому словарю, а можем обратиться к педагогическому словарю. И прежде чем ответить на вопрос, воспитывают ли учебники, нужно понять, что такое воспитание в целом. Так вот, самый популярный распространенный педагогический словарь Каджаспирова говорит о том, что воспитание как общественное явление сложный и противоречивый социально-исторический процесс. Процесс передачи новым поколениям, опыта, который организуется всеми социальными институтами. Для нас это очень важно. И воспитание обеспечивает как общественный прогресс, так и преемственность покорений. Таким образом, когда мы говорим о воспитании, организовать воспитательный процесс и само воспитание сложнее, чем организовать образование или развитие. Учебные задачи понятнее, они более измеримые. И если мне нужно рассказать детям таблицу умножения, я могу проверить, насколько они точно знают таблицу умножения с помощью заданий, и увидеть обратную связь. И в данном случае процесс обучения еще и проще, потому что есть определенный человек, с которым мы можем спросить, если мы спрашиваем математические знания, мы спросим с математикой, если спрашиваем филологические знания с филолога, а воспитание как таковое, мы можем спросить его с одного педагога. Или только с одного института, спросить его только из семьи или только от школы. В этом состоит сложность и противоречивость этого процесса. Он коллективный процесс. Все социальные институты должны работать в одну сторону и дефорировать одни ценности. Тогда и произойдет преемственность поколений и прогресс. И еще мы с вами видим, что, исходя из этого определения, что воспитание – это процесс, который обеспечивает прогресс. То есть рост от одного поколения к другому. Это когда следующее новое поколение от старого поколения усваивает все лучшее. Оно становится выше, возможно, амбициознее. Поколение растет, оно становится щедрее, человечнее, гуманнее и так далее. И прогресс, он неизбежен, но нам нужно. Это показатель эффективности. Поэтому, когда у нас, у педагогов или у родителей появляется вопрос о том, что учебники стали не такие, как были у нас, подходы стали не такие, и даже при том, что мы, например, изучаем одно и то же художественное произведение, стихотворение, мы в свое время в школе, а сейчас наши дети, то подход и анализ этого стихотворения, произведения, он может отличаться. И это естественно, потому что мы должны обеспечить некий прогресс. Если мы не будем менять подход к воспитанию, если мы не будем менять методы, не будем менять формы, мы не сможем обеспечить этого прогресса. Вот явный пример системы, когда прогресс от поколения к поколению достаточно был минимальный, это быт русской крестьянской семьи, когда ребенок за свою жизнь, в принципе, повторял полностью жизнь родителей, используя абсолютно те же знания, те же инструменты, те же ценности и те же ориентиры. Мужчина должен был срубить избу, такой же, как у отца в своей деревне, обзавестись с женой и детьми, у них было хозяйство, и в общем-то в этом хозяйстве они полностью руководствовались теми знаниями и теми примерами, которые им передавали родители. Родители были всегда в большом, в прикосновном авторитете, потому что они были априори умнее и опытнее, они этот путь уже прошли, и дети повторяли родительскую жизнь практически след в след. И прогресс между поколениями, он был небольшой. Если мы сегодня посмотрим, какой прогресс идет в поколении на всех уровнях, то мы представляем, что мы с вами среднее поколение, есть поколение наших родителей, есть поколение наших детей. И мы верим, что с нашими родителями насколько изменился, прогрессировал наш быт, и понимаем, что быт наших детей, он тоже прогрессирует во всех сферах, особенно домашнего, кулинарии, ведения хозяйства. Мы понимаем, что идет прогресс в области в честь нравственного воспитания, что некоторые вещи, которые и сейчас наши родители, наверное, говорят, что, ой, это было неприлично, это было нельзя сделать в свое время, а мы, допустим, уже к этому относимся по-другому, более открытно, более душевно стали какие-то некоторые процессы, некоторые правила этикета тоже сегодня начинают меняться, не говоря уже о том, что мужчины и женщины могут находиться в одном помещении общественном, уже девушки могут ходить в школу без сопровождения педагогов или родителей и так далее. То есть, безусловно, идет прогресс, воспитательный прогресс. И это отразится в учебниках перспективной начальной школы, так как мы всегда, когда появляются вопросы, почему это так, почему это стало по-другому, другой подход обеспечит другой результат, он обеспечит прогресс. Но, с другой стороны, очень важна и приемственность покорений, чтобы одно поколение понимало второе поколение, чтобы между поколениями не возникали пропасти, как технические, так и моральные, нравственные пропасти, для того, чтобы мы сохраняли все то лучшее, что было в поколениях, и передавали друг другу ценности, единые. И если мы посмотрим на ценности, которые заложены в нашем комплекте, которые обусловлены стандартом, мы увидим, что при, может быть, каких-то внешних различиях, бытовых, маниальных различиях этикета, в основном приемственность, конечно, она присутствует, и мы должны воспитываться на культурном материале, более или менее общем, и мы находим в учебниках то, что мы изучали, и это будут изучать наши дети, и эти же стихи снова сегодня актуальны, и стихи Барто, и стихи Михалкова, в этом будет вот общее. Поэтому воспитание – это тот процесс, который должен привести новое поколение к прогрессу, но и сохранить лучшие традиции предыдущего поколения. Вот в этом направлении будут работать наши учебники, в этом направлении работают социальные институты. Вот посмотрите, это определение иллюстрировано о том, что ребенок воспитывается разными социальными институтами. Это институт семьи, он, конечно, будет ведущим в воспитании, это институт школы образования, где ребенок проводят большую часть своего свободного времени. И такие социальные институты, как религия, учреждения культуры, это и общество, средства массовой информации, реклама, общение детей свободное на улицах и так далее. Каждый институт имеет свое отношение к воспитанию и влияет на общий результат воспитания. Причем, чем эмоциональнее среда и чем ярче примеры, тем больше ребенок впитывает их примеры. Поэтому, естественно, на первом месте в воспитании это будет семья. И можно рассматривать остальные социальные институты, это помощники семьи, которые либо оказывают семье помощь, либо не оказывают семье помощи, а наоборот иногда противоречат семье. В данном случае я, может быть, говорю отчасти про рекламу, иногда про некоторые компьютерные игры, средства массовой информации, или, может быть, уличный пример поведения, который ребенок тоже видит. Но наш сегодня вебинар, он посвящен тому, воспитывают ли учебники. Учебники, конечно, будут относиться к школе. Ребенок их получает в школе, отчасти он знакомится с ними и в семье. И, конечно, в школе учебники играют большую роль. Так вот, в наших учебниках перспективной начальной школы реализован процесс воспитывающего обучения. Это такое обучение, при котором настигается связь между приобретением предметных знаний, ралков счета, письма в начальной школе, знания отделения умножения, фактов географических, формирования универсальных учебных действий, умения учиться, но также и появляется связь с формированием эмоционально-ценностного отношения друг к другу, материалов, формированию личностного результата, формирования личности ребенка. И на этот процесс воспитывающего обучения в школе играет роль как сама система школы, личность учителя и, конечно же, капляет учебников, которые есть. Вы должны понимать, что если ребенок пришел в школу и учится по учебникам перспективной начальной школы, это не единственный гарант. Эта программа реализуется педагогом, она вписана в общую систему школы, если они как на слайде все работают как шестеренки, как единый механизм, то, естественно, и как единый механизм с семьей, то тогда мы можем говорить об общем результате, потому что, поскольку образование такой сложный процесс, мы не можем найти то единственное, скажем, звено, которое за этот процесс будет ответственным. Ну и мы сегодня, отвечая на вопрос, воспитывают ли учебники, можем сказать, что да, безусловно, учебники перспективной начальной школы, они являются инструментом и помощником учителей и родителей в воспитании учеников начальной школы, и, безусловно, в учебниках заложен воспитательный потенциал. Что важно понять? Учебник, каким бы красочным, ярким, эмоциональным он ни был, это книга. Это книга, которую нужно прочесть, которую нужно открыть, по которой нужно заниматься, и в мире есть масса книг, но намного эффектнее на человека действует живой пример. Поэтому, если живым примером в семье, живым примером в школе по отношению друг к другу передаются ценности семьи, общества, ценности нашей страны, то в учебнике они найдут свое подкрепление и закрепление. Поэтому, естественно, учебник – это помощник, который поможет реализовать все те идеи, которые у вас есть. И можете ли вы на него оперяться как на помощника? Да, безусловно, вы можете опереться на учебник как на помощника. В нашем учебнике есть главные герои сюжетной линии – Маша и Миша Иванова, которые сопровождают ребенка в течение всего обучения с 1 по 4 класс. Это герои, которые помогают осуществлять, реализовывать воспитательные задачи. Это герои, которые помогают связать разные учебные предметы. Эти герои есть как в русском, в математике, в литературе. Для того, чтобы ребенок ассоциировал себя с ними, воспринимал происходящее с ними как часть собственного опыта. Вот именно благодаря героям и их сюжетной линии нам получилось объединить образовательные и воспитательные задачи и сделать из них пример. Таким образом, мы хотели отчасти уйти от прямого обращения к ребенку, потому что не может учебник читать нотации, не может учебник превратиться в свод правил, что тебе нужно делать, а что тебе не нужно сделать, что такое хорошо, а что такое плохо. Поэтому появились третьи лица, герои, мальчик и девочка, с которыми происходят различные ситуации, которые по-разному на них реагируют. Это как учебные ситуации, так и жизненные практически ситуации. Вот на них реагируют Маша и Миша, и мы учащегося ученика ставим немного в роли наблюдателя за Машей и Мишей, для того, чтобы он смог сам с точки зрения некой детской нравственности возможно оценить их поведение, согласиться с ним. Мы специально авторы создают иногда ситуации, в которых, может быть, Миша, допустим, ведет себя как мальчик, он ведет себя как ребенок, он иногда может баловаться, иногда может ошибаться. Это делано для того, чтобы на его примере у ученика, ваш ребенок увидел, что я не согласен с Мишей. Насколько наши дети интересны тем, что когда они сами совершают ошибки, самоконтроль имеет работать меньше, чем контроль за другими. Когда ошибки совершает кто-то другой из класса, как они стараются об этом сказать, обратить на это наше внимание, что он не прав, а он баловался. В данном случае мы на этом примере понимаем, чтобы ребенок мог оценить поведение другого ребенка и сделать вывод. Соответственно, если я могу оценить это поведение, то у меня есть какой-то критерий, какие-то ценности, какие-то морально-этические, нравственные нормы. То есть у меня есть некое мое представление о воспитанности, по которому я сужу о поведении Маши и Миши. Естественно, что насколько Маша и Миша абстрактные персонажи, им можно это высказать, их можно обсуждать, обсуждать одноклассников нельзя, обсуждать своих младших или старших братьев и сестров, тоже нежелательно, это конкретные люди. В данном случае есть некий объект, они ведут себя, прописанные герои, как живые дети, но есть возможность коллективно в том числе обсудить их поведение. У Маши и Миши есть папа и мама, которые также реагируют на их поведение, поощряют их, поддерживают, помогают им выполнять домашние задания, в которых нужно привлекать родителей. И тем самым мы показываем ребенку еще и модель взаимоотношения родителей со взрослыми. Это родители, которые доверяют Маше и Миши. У нас есть сложные ситуации, когда детям нужно просить о помощи, или в чем-то сообщить родителям. Показано, что не нужно этого бояться, что вовремя сказанная информация, она может предотвратить более сложные моменты, все, что нам в жизни действительно необходимо. Поэтому введение этих героев, превращение учебник в некую сказку, и отчасти художественную литературу, оно преследует воспитательные задачи в такой ненавязчивой, неназидательной для ребенка форме, но тем не менее мы показываем модели взаимодействия мальчика и девочка. В чем же заключается воспитательный потенциал учебника «Перспективная начальная школа»? Безусловно, важную роль в воспитании имеет само содержание учебных предметов. Окружающий мир, русский язык, изобразительное искусство, музыка, технологии, математики, основы светской этики. Мы знакомимся с правилами поведения, на окружающем мире мы знакомимся с социологией, у нас есть социальные знания о себе, о профессиях, правила безопасности, экологическое воспитание. На русском языке, театрном чтении, мы знакомимся с азбукой вежливости, мы знакомимся с художными произведениями, которые носят большой потенциал, на изобразительном искусстве с картины, с музыкой на музыке. На технологии мы получаем азы трудового воспитания, понимаем, как получаются материальные объекты, из чего они состоят. На английском много говорим о семье и так далее. Но помимо самого содержания учебных предметов, есть сама система анализа этого содержания. Это вопросы, задания, оценка героев. Это наше руководство. Ведь, допустим, литература. Есть детские рассказы, которые стоят на полках, мы их прочитали, но когда в учебнике есть вопросы, задания, критерии, оценки, это помогает ребенку проанализировать, извлечь из этого содержания некий учебный процесс. В тот момент, который очень важен, когда ребенок самостоятельно дома смотрит, подумает, нам кажется, что он послушал или посмотрел, пока мы не задаем ему вопрос и не предлагаем определенные задания, мы не можем понять, оказало ли у него прослушивание или просмотр этого фильма некий воспитательный эффект или нет. Также потенциал заключается в специальных разделах. Азбука вежливости, музейный дом, школьная олимпиада. То есть специальные разделы, которые преследуют цель воспитательную, интеграцию в интеллектуальную среду. Вот школьная олимпиада, здесь у нас умственное воспитание, мы поддерживаем образ того, что учиться хорошо – это хорошо, насколько комфортно себя чувствует ребенок, ориентация его на достижения. В музейном доме мы показываем эмоции других людей, воспитываем через искусство, через рассмотрение. У нас есть большие программы внеурочной деятельности. Это та деятельность, которой может заниматься педагогниками, а можете и вы, родители, заниматься программами внеурочной деятельности. Это возможность не на примере учебного материала, а более интегрирована в любимой области для ребенка, поговорить в более неформальной атмосфере, и они формируют личность и характер ребенка. И также у нас есть своя технология проектирования основной образовательной программы в образовательном учреждении, в которой мы помогаем. Если говорить о программах неурочной деятельности, то они представлены в виде тетради для ребенка, по которым вы, родители, можете заниматься в течение учебного года, можете заниматься с ребенком летом, если у вас не предусмотрено. Это программы, которые продолжают с одной стороны учебный предмет, изоотехнологии, окружающий мир, информатика, дают задания для ребенка, то есть есть повод иногда, у родителей бывает, я хочу позаниматься с ребенком, но не совсем понимаю чем. Брать учебник и студировать учебник, ну, перебращаешься в некого такого, ну, отсмотрщика, контроль. А хочется иногда и вместе с ребенком делать открытия, хочется вместе с ребенком порисовать, сделать поделки, поэтому есть такие тетради для внеурочной деятельности, они носят дополнительный характер, и вы можете самостоятельно тоже с ребенком дома заниматься. И на примере этих заданий, ну, разговаривать, смотреть на его обратную связь, у вас будет такое мини-собственное увлечение. Эти тетради сделаны очень доступные и понятные для ребенка формы для того, чтобы он мог самостоятельно, в том числе и самостоятельно с вами, с ним работать. Очень важная программа внеурочной деятельности, которая решает многие воспитательные задания, это дни достижения младшего школьника. Для каждого возраста мы сделали дневники. У ребенка, да, есть свой основной дневник с оценками, а это дневник, который позволяет ему оценить не только свои школьные умения, он позволяет ему еще и оценить то, что он сделал. Помимо школьных успехов, то, что он умеет переходить дорогу, он занимается в разнообразных секциях, он орудирован, он умеет пришить себе пуговицу, он умеет сам разогреть себе обед и так далее. И есть программа, которая поможет взрослым вместе с ребенком заниматься этим дневником. Пожалуйста, вы тоже с помощью этого дневника можете оценить достижения своего младшего школьника, он сам понимает свои достижения. И помощь родителям мы постараемся, чтобы все сферы детской жизни, они так или иначе присутствовали у нас в этом дневнике, в этих достижениях, для того, чтобы можно было ее тоже... Вот сейчас... Да, смотрю на ваши комментарии, все... Так, все отлично видно и слышно. Вот мы с вами поговорили о разных социальных институтах и о том, что в учебнике заложено для того, чтобы воспитывать. А сейчас перейдем с вами к конкретному достаточно фрагменту. Мы с вами посмотрим электронный учебник по изобразительному искусству, мы рассмотрим урок. Я хочу вам показать о том, что мы сначала посмотрим картинами одним взглядом, потом мы прочитаем учебник, а потом мы добавим к этому учителя. И мы посмотрим, как по-разному может выглядеть один и тот же инструмент. Вы мне скажете, в каком случае наиболее... Или сами себе, сами себе ответьте на вопрос, в каком случае наиболее эффективно происходило воспитание, воспитательные задачи, что нам было наиболее интересным. Так, и в принципе, родители и педагоги, вы можете потихонечку начинать задавать свои вопросы, если они появляются по тексту, я потом буду возвращаться после демонстрации, и мы еще раз с вами их посмотрим. Итак, мы с вами смотрим учебник по изобразительному искусству. Так, сразу уберу. Это учебник по изобразительному искусству для первого класса. Это учебник, посвящен теме «Мы мечтаем». Ну вот, и пока не буду вас вводить в тему этого урока. Мы с вами смотрим на картину Дейнеки «Будущие летчики». Вы многие, возможно, на эти. Вот представьте, что мы ребенку показали. Вот есть такая картина. Вот есть такая картина Пластова. И вот еще одна его картина. Вот мы с вами посмотрели три картины, без комментариев. Картины были сами по себе. То есть вот оно, содержание учебника. Воспитало оно у вас, просмотр этих трех картин? Теперь мы добавляем к этому учебник. То, что ребенок держит в руках, то, что он видит. Мы не читаем. Понимаем, что это первые классы, поэтому количество текста в первом классе для нас должно быть минимально. Засмотри картины на этих страницах. Представь, что изображенная художниками ребята – твои друзья. Ты находишься на месте одного из них. Расскажи, о чем вы беседуете и мечтаетесь. Можешь воспользоваться словами для справки. Ну вот, давайте вы еще раз смотрите. Представьте, что вы сидите на месте одного из ребенка. Посмотрите на эту картину глазами вашего ребенка, что ваш ребенок сидит на месте одного из ребенка. И попробуйте воссоздать их диалог. О чем ваш ребенок будет мечтать, сидя на берегу моря с мальчишками? О чем ваш ребенок будет мечтать, если он будет лежать в поле, любоваться солнышком? О чем ваш ребенок будет мечтать, когда он сидит у окна с книгой? Вот мы с вами посмотрели. Это вот то, что те вопросы, которые предложил нам учебник. То, о чем мы говорим, мы фантазируем и думаем, о чем мечтают эти дети. А теперь мы подключаем к этому учителя. И вот тот диалог, который есть, ну монолог с моей стороны, но поскольку на лекциях я это делаю, то я как бы буду предполагать те ответы, которые обычно дают коллеги, дают родители. Ну как получится, что вы участвуете, ну как бы больше с собой ведете диалог, но возможно, что в новом мы совпадем. То, что я буду говорить, это находится в методическом пособии для учителя. То есть учитель, когда проводит этот урок, он с этой литературой знакомится. Соответственно, мы понимаем, что учебник находится на руках у ребенка, но полный комплект – это учебная программа. И очень много того, что заложено в учебнике, но что мы не сообщаем ребенку, ну мы же не рассказываем ребенку о том, как мы его сейчас обучаем и воспитываем. Это находится в методическом пособии. Учитель, который работает по программе, он имеет на руках весь комплект. У него есть учебник и тетрадь для ребенка. Это та информация, которую имеет ребенок. И у него есть методическое пособие и программа для него, для педагогов, в которой обозначены воспитательные задачи, механизмы их достижения. Когда мы родители дома, мы имеем на руках тот же набор, что и ребенок. И порой у нас появляются вопросы. А зачем мы это в учебнике? А зачем вот это в учебнике? А каким образом вот это влияет на моего ребенка? У нас появляются эти вопросы, потому что мы взрослые люди, а мы держим в руках детский инструмент, инструмент для ребенка. Поэтому, чтобы оценить, продуманное или непродуманное что-то в учебнике, нам тоже нужно взять методическое руководство к нему. Ну, реформент этого руководства. И, кстати, на нашем сайте академкнига.ру вы найдете многие программы и даже конспекты к урокам, пояснения к урокам в свободном доступе. Их можно скачать в PDF-версию, посмотреть. Вам не нужно заниматься полностью и смотреть все планирования уроков по литературе. Но если у вас возникают вопросы, что вы не понимаете, зачем это или это в этом уроке, вы можете взять методическое пособие, посмотреть несколько уроков и понять, в какой логике. А я вам сейчас наглядно покажу, что мы делаем с изобразительным искусством. Вот, например, на этом уроке, на теме «Мы мечтаем». Мы мечтаем. О чем мечтают дети? Я в этом году специально посмотрела репортаж и передачу, которая была посвящена письмам Деду Морозу, которые приходят в Великий Устюг. Они ведут после Нового года, они объявляют свою статистику, сколько писем к ним поступает, чему просят дети, самые интересные письма. Я сегодня спросила у своей мамы, готовясь к вебинару. Я говорю, мама, вот как ты думаешь, что дети просят у Деда Мороза? У меня как-то затруднилось ответить на этот вопрос. Чего? А вот, как бы, очень хорошо у кого дети именно этого возраста, но еще быстро говорят. И в Великом Устюге подтверждают, самое большое количество просьб у Дедушки Мороза – это телефоны и планшеты. Таким образом, мы что, можем сказать, что дети мечтают о телефонах и планшетах? Даже коньки, велосипеды, ролики, они уже малозначны. Уже детьми они не так просятся у Дедушки Мороза. А если говорить о неких абстрактных мечтах на тему того, что я вам все умею, чтобы бабушка была здорова, или я хочу стать чемпионом странной поплавали, например, это же мечта. Вы поедете на Олимпиаду, участвуете в Олимпиаде, конечно, это мечта. Но наши мечты, детские мечты, и вот мы, если приведем детей в класс и, скажем, нарисую то, о чем ты мечтаешь, то дети могут нарисовать себя с планшетами, телефонами, в новом платье, или что они пошли в кино, в нашу ведро пупорно и так далее. Таким образом, детские мечты начинают от части сводиться к списку покупок, которые необходимы. У нас порой взрослые мечты, мы тоже можем сводиться к списку покупок. И вот спросите себя, есть ли мечты, ваши мечты, которые нельзя купить? Они зависят только от вас самих. Какие-то, может быть, маленькие. Например, у меня есть маленькая мечта, я хочу научиться шангурировать. В данном случае никто, кроме меня самой, в этом помочь не сможет. Все зависит от того, буду я тренироваться или не буду тренироваться. Вот такая, может быть, абсурдная мечта, небольшая мечта. Почему я об этом заговорила, о планшетах и гаджетах? Потому что нам необходимо воспитать ценности, нам нужно развернуть ребенка с его бытового уровня, возможно, где-то потребительского уровня, к более возвышенным мечтам. Вот и есть воспитательный процесс. И для этого мы смотрим картину Дейнеки «Будущие летчики». Когда мы смотрим на картину сегодня, нам очень важно понимать, что те социальные условия, которые были в том обществе, те ценности того общества, которые изобразил художник, они могут отличаться от наших. Нам нужно сравнить то, тем героев с нами сегодняшними героями, для того, чтобы их понять. Потому что, если мы будем смотреть на них нашими глазами, для нас их желания могут просто обесцениться или остаться непонятными. Мы смотрим на этих мальчишек, «Будущие летчики, они мечтают стать летчиками». Картина написана Дейнекой в 30-х годах. Мы понимаем, что самолетов мало. Авиация в этот момент... Вот с ребенком в данном случае на уроке будет вестись некая форма диалога. Полурассказы, полудиалога. Учителя задают вопросы. Поскольку мы с вами не можем общаться в диалоге, то я буду достаточно быстро проговорить тот материал, который выясняется в беседе с ребенком с помощью наводящих вопросов. Ну и в рамках вебинара мы тоже не будем с вами в дискуссию превращать. Мне нужно показать пример, как воспитывают учебник с помощью методического пособия. Авиация тогда начинает зарождаться. Авиация в основном военная. То есть это военный летчик и чаще всего он разведчик. Это человек, который приходит в тестных ситуациях. Отбор, кастинг, как мы сегодня скажем, профессию колоссальной. И скорее всего все трое мальчишек не смогут стать летчиком, чтобы три из трех стали летчиками. Для того, чтобы стать летчиком, нужно было превосходно учиться. Математика, физика, просчеты, навигация, география. Ты должен обладать, будешь медицинскими знаниями, быть в отличной физической форме, проходить по физическим параметрам, роста, веса, сдать физические нормативы. Ты должен быть очень волевым, крепким человеком. Ты должен пройти проверку, если твой самолет потерпит крушение, уметь в экстренных ситуациях ориентироваться, если ты попадешь на вражескую территорию. То есть требования колоссальные. И несмотря на все эти требования, все мечтают стать летчиками. Все стремятся, все тренируются для того, чтобы пройти эти тесты, попасть в улетную школу и быть определенной элитой. Риск большой. То есть летчик он герой. Техника несовершенна. Можно попасть в определенное крушение, в разные ситуации, но они к этому стремятся. Насколько наши сегодня дети стремятся к сложной, очень требовательной работе. Работе, которая должна поглотить тебя всего, или которую ты должен превзойти себя, превозможить себя. Хотим ли мы этого? К сожалению, сегодня иногда в классах, когда мы говорим о том, кем вы хотите работать, мы услышим ответ, директором или так далее. В общем, сегодня, к сожалению, отчасти наши дети мечтают о той работе, где они будут делать минимум и получать от нее максимум. А вот эти дети мечтают о том, чтобы отдать максимум, отдавать все себя полностью профессии. И здесь ценность и героизма, и ценность того, что они хотят максимально послужить для своего отечества. Похожи мы на этих детей? У вас вполне возможно, что когда мы в классе начнем этот разговор, нам дети скажут о том, что да, да, я тоже, ну, мы же, ребенок же не признается, как бы сам себе, он может об этом подумать, какие смелые мальчики, на самом деле, какие-то неустремленные мальчики, хотя мы видим только их лунные спины, достаточно худеньких мальчиков, но насколько они смелые, насколько у них серьезные мечты. Может быть, мы скажем, нет, я тоже хочу такую работу, чтобы я был сильный, ловкий. У нас ребенок этого захочет и найдет общее с этим мальчиком. Это будет замечательный, воспитательный момент, общее. Если мы видим, что мы разные, мы не говорим об этом слух ребенку, но ребенок проводит некий определенный самоанализ. И, видев эту картину снова, он подумает, ну вот они-то хотят, а я, а чего я хочу от работы, а хочу ли я для этой работы, тоже в любом случае пример этих мальчиков будет. Но мы, когда смотрели картину «Будущие летчики», с вами первый раз, когда я не комментировала, мы были уверены, ну хотя бы быть летчиками, ну, по-моему, летчиками. Это очень сложная для того времени работа, к тому же она героическая. Конечно, сейчас у нас стать летчиком тоже сложно, но проще. Авиации появилось больше, она появилась и пассажирская, и грузовая. Сегодня репутация, вот летчик не столько связан с героизмом, потом появились еще и космонавты. В тот момент времени, когда Дейнека пишет «Стать летчиком» это высший уровень, который только возможен. Следующая картина Пластова. Мальчик лежит в поле, смотрит на чистое небо и ничего не делает. О чем он мечтает? Да, и здесь мы можем предположить варианты ответов о том, что мальчик, «Ой, наконец-то он отдохнул, а может быть, он хочет сейчас попить, ну, может быть, он мечтает стать летчиком, или он мечтает о далеких планах». И нам опять очень важна история создания этой картины. Пластов, но пишет эту картину в 45-м году. Это первое лето после Двигатичной войны. И этот мальчик, который пережил войну, он лежит в поле, смотрит в чистое небо и ничего не делает. О чем мечтает этот мальчик? О мире. Его мечта уже сбылась. Он мечтает о мире. О том мире, который подписан, и о том мире, который наступил. У него не так много времени лежать в чистом поле, потому что нужно поднимать страну, нужно снова заниматься полями, нужно очень много чего сделать. Но это все он будет делать уже в мире. И здесь мы просим детей предположить, а что делал этот мальчик до этого, несколько лет? Может быть, он прятался, может быть, его вывезли с блокады, может быть, он голодал, или он работал на заводе, потому что отец ушел, и он остался старшим в семье. Может быть, он это поле возделывал вместе с матерью. Мы понимаем, какую ценность порой составляет просто жить в мирное время. Какая-то большая ценность. И для этого мальчика в том числе. И что сейчас этот мальчик счастлив, и ему не нужен для счастья «Банка Пукона» рядом, или что-то еще. Вот такой вариант. Мы благодаря этой картине показываем ценность. Но пока мы не говорим о том, что делал этот мальчик до этого. И когда мы смотрели эту картину первый раз, она не производит на нас такого эффекта. А следующая картина Пластова – «Портрет внука». Но в данном случае мы, давайте немножко обстранируемся, тоже в 30-х годах была написана эта картина. Мальчик читает. О чем он мечтает? И чаще всего я слышу ответы о том, что он мечтает бросить эту книжку, скорее побежать уже гулять. Он хочет учиться, он хочет на улицу. Но давайте вспомним, что образование не всегда было доступно для детей. Что дети получили возможность учиться только в 20 веке в нашей стране. До этого многие, даже не всем, не всем нет возможности научиться читать и писать. Не для всех были открыты пути к разным профессиям. И они оставались на чернорабочих, были чернорабочими, разнорабочие. А вспомним мальчиков-разновщиков газеты, как вот на урнуте, как раз немного читали. Мальчик на побегушках, знакомое выражение. И о том, что этот мальчик, он получил возможность учиться. У него есть книга. А может быть, его школа находится в 5 километрах от дома. И ему нужно каждый день, он их пешком идет, и тогда не было автобусов. Что представляет из себя его школа, его просто изба. Что этот мальчик в своей семье, возможно, первый получит не только школьное образование, но и среднее образование. Что он станет специалистом. Что перед ним открыты дороги. Нам сегодняшним детям трудно представить, что школа может не быть. Школа – это повинность, в которую они ходят. А для этого мальчика школа – это радость. Эта школа – это возможность. И на этом примере, подумав об этом, мы можем нашим детям показать о том, что образование – это ценность. Это ценность, которую они сегодня обладают. Обладаем уже как само собой разумеющийся. Мы и мир, и образование перестаем ценить как ценности. Хотеть их обладать. Мы можем с вами показать в семейном воспитании и детей, и те страны, в которых нет всеобщего образования до сих пор. Или дети до сих пор не могут получать образование и получать профессии различные. Они будут заниматься средским хозяйством в своей семье. Мы можем поговорить с вами и об этом. И снова эта картина для нас оживает. И снова мы видим в ней те ценности, которые в ней увидит ребенок при первом ее просмотре. И таким образом мы с вами с этой страницы рассмотрели картины. Мы с вами в таком сжатом, но тем не менее в формате о них поговорили. И после этого мы попросим ребенка нарисовать его мечту. После того, как мы поговорили о мальчиках, которые готовы подтягиваться, изучать географию и проходить отбор в летную школу, после мальчика, который перерывал войну, и мальчику, который стремится к знаниям, мы предлагаем ребенку нарисовать, что он мечтает. И теперь нарисовать новое платье и новый планшет становится не так естественным. И не то, чтобы, ну, то есть новое слово, там, стыдное, еще что-то, но это заставляет ребенка задуматься о мечтах в другом порядке. Такова и была наша цель изначально. Для того, чтобы ребенок смог задуматься о том, чего он мечтает. О том, чего он мечтает добиться или что вот возможно было, то есть мы от экономических ценностей перешли к материальных ценностей, мы перешли к моральным, к духовным ценностям. Вот момент того, как учебник и методическое сопровождение к нему помогли нам это сделать. Но вы видите, что пока я не озвучила методическое сопровождение, и перед нами был только учебник, его воспитательный потенциал не был до конца раскрыт. Учебник – это средство, это ваш помощник, ваш и помощник учителя, который поможет вам добиться этого результата. И вот теперь, если вы еще раз в жизни увидите картину, а вы обязательно увидите «Будущие летчики», «Юность пластвовали портрет внука», вы обязательно вспомните этот вебинар. А те картины, которые мы с вами не обсудили, а там тоже есть что сказать, вы их не запомните, вы даже, может, не вспомните, что вы их уже видите. Вот так работает. Чем эмоциональнее, то есть мы пропустили через себя, мы связались с сегодняшними современными, они стали для нас актуальны. Мы почувствовали эти картины. Вот в таком контексте работает учебник, и порой, когда мы берем учебник с полки ребенка и просто его листаем, то эти картины, они останутся, будут внимыми. И тот путь, который делает ребенок вместе с учительом по конкретну, мы просто его не видим. И поэтому нам иногда кажется о том, что воспитательный потенциально не происходит этого процесса, потому что мы, как родители, просто не присутствуем на этом процессе, на том, как он есть, и о том, в каком объеме он осуществляется педагогом. Ну вот, в рамках вебинара я показала вам этот фрагмент, также к вебинару были вопросы, которые вы для нас оставляли, и ответы на эти вопросы вы найдете также на нашем сайте, там мы ответим вам на вопросы, почему используются картины определенных художников в учебниках, почему их достаточно много. Мы ответим о том, как воспитывать ребенка с помощью программ внеурочной деятельности, какой они имеют ресурс, как их использовать, вы можете еще посмотреть ответы на эти вопросы. Также можно еще посмотреть наш вебинар, который я проводила в ноябре, воспитательный потенциал образовательных систем, там мы подробно видим о разных мирах, о трудовом, экономическом, эстетическом, патриотическом воспитании, как они реализуются в наших учебниках. Ну, теперь, дорогие участники, буду отвечать на ваши вопросы, задавайте, пожалуйста, вопросы в чат, и мы с вами по учебникам те вопросы, которые есть, по поводу наших героев, по поводу наших программ, по поводу того, как... Сейчас, пока вы пишете, еще вернемся к одному фрагменту о том, где еще нам можно задать вопрос, если вопрос так сразу не рождается. Когда я показывала вам схему в презентации, мы говорили о том, что воспитание – это сложный процесс, который реализуется всеми социальными институтами. И вот мы, как издательство, идем навстречу социальным институтам, навстречу родителям. Вот сегодняшняя наша встреча, да, это уже встреча, когда обычно вы общаетесь с школой, но вот теперь мы тоже как социальный институт, как издательство, как авторы учебных пособий, выходим тоже готовы с вами пообщаться. И мы это делаем не только в форме вебинаров, в котором всегда вы можете присоединиться, мы это делаем еще и в других ресурсах. Сейчас вам тоже кусочек покажу того, как еще можно с нами взаимодействовать и контактировать. Вы можете почитать, вы можете присоединяться к нашим российским собраниям всероссийским, можете присоединяться к нашим вебинарам, вы можете приобрести наши пособия, готовые решения для родителей. Путеводитель в первом классе, решение для родителей, как помогать ребенку в самом-самом обучебниках. У нас есть пособия для родителей, такие тонкие брошюры, у вас способны ребенок, как ему помочь, как с ним взаимодействовать. Вы там найдете ответы на многие вопросы, которые нам задают учителя. Также вы можете задать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте «ПНЦА-2001». Ваш ребенок будет успешным, это наша официальная группа, в которой мы тоже даем много информации, много пояснений, ну и также принимаем любые комментарии, вопросы, которые у вас вроде возникают. И поскольку социальная сеть, она носит неформальный характер, здесь и мы становимся не только на педагогическом, но и на более простом, в изговорном языке говорить, потому что действительно есть такой у нас к этому стандарт, от системы образования, что все больше становится терминов, несколько сложнее становятся обороты. Вот как простой родитель, если я беру в руки порой иногда программу или что-то, мне становится как бы непонятно. Не то, что непонятно, но он более трудоемкий для восприятия текста. Вот в тот промежуток времени, который у меня есть, мне может быть как бы трудно. А ну как бы не то, что непонятно, конечно, со всем можно разобраться. Но вот здесь мы стараемся в группе объясняться более на таком публицистическом, более быстром для восприятия темпе, освещать какие-то особо важные или частные вопросы для педагогов и для родителей, для того, чтобы вы могли тоже ответить себе на вопросы, почему так или почему по-другому, ведь часто у нас действительно бывает то, что нас удивляет в учебниках, то, что нам кажется не таким, как было в наших учебниках. Ну и вот опять же возвращаясь к тому, что все, что не такое, как в наших учебниках, оно и обеспечивает прогресс, и социальный прогресс в том числе. То есть мы же говорим не только об образовательном прогрессе, да, ну да, мы стали больше знать, но как бы социальный прогресс, мы не сжигаем больше людей на кострах. То, что мы делали в среднем, мы как человечество, да, мы как человечество, мы социально двигаемся вперед, мы как человечество становимся гуманнее. Даже если мы рассмотрим историю только 20-го века, мы понимаем, что от поколения к поколению мы становимся гуманнее, мы становимся более разноплановыми, и это все обеспечивается, мы становимся более, мы выходим на мир. Если мы сравним это с нашими учебниками, то, конечно, учебники, созданные в условиях железного занавеса, они вмещали большое количество отечественных поэтов и прозы, и сейчас порой родителям кажется, что нашего отечественного материала стало меньше в учебниках. Его должно стать меньше, потому что в нем появляется другой материал, еще и мы теперь можем миром посмотреть. Поэтому это не значит, что мы урезали, как бы, российских авторов, или урезали советскую литературу, русскую литературу, но просто происходит естественный процесс того, что мы увеличили ноги. У нас новые предметы привели в школьной программе, у нас появилась информатика, а ее не было в советское время, но почему-то никто не против этого. Ни разу ни один родитель не сказал, а зачем им информатика. И также вот у нас появляются другие художники, другие иногда произведения художественные, некие другие подходы, даже к математике иногда появляется другой подход. Все это обеспечивает человеческий прогресс, воспитательный прогресс в том числе. У нас новый предмет – основа светской этики, полностью посвященная воспитанию, нравственному воспитанию, прогрессу. Вы тоже можете на него обратиться. Но в то же время мы постарались, перспективная начальная школа, сохранить лучшее, сохранить лучшее из тех учебников, которые были у нас с вами, сохранить лучшие произведения, лучшие картины, чтобы обеспечить преимущественность. Мы как поколение друг друга понимали. Так, дорогие родители и педагоги, большое спасибо за положительные отзывы, но вопросы тоже бы хотелось ваши ответить. Так, вот они есть. Так, Виктория, для обучающихся с особыми возможностями здоровья, да, наш конфликт тоже подходит. У нас была следующая ситуация, что Кировский институт повышения квалификации, они провели независимую экспертизу учебников, поскольку для детей с ОВЗ не так много именно специальной литературы. Это раз. А во-вторых, есть момент, что у нас дети с ОВЗ часто присутствуют в классе. То есть не, ну, как бы, восьмая степень у нас обучается отдельно, а вот с небольшими отклонениями, небольшими образовательными запросами. Ну, понимаете, о чем я говорю. Они, по-другому, не по-другому, они находятся в классе, это хорошо, это такая практика того, что все дети учатся вместе, они социализируются, они лучше понимают друг друга. Так вот, Кировский институт провел независимую экспертизу, после чего они вышли на нас, мы с ними сейчас сотрудничаем и взаимодействуем. Они оценили, что вот подход к перспективе начальной школы, развивающего и воспитывающего обучения, он наиболее эффективен с этими детьми, что они хорошо воспринимают все, что связано с эмоциями. Машу и Мишу, большое количество картин, которые присутствуют, большое количество сравнений, которые присутствуют в наших учебниках. И они говорят о том, что очень многие задания, они носят развивающий и параллельно коррекционный материал. Поэтому эти учебники, перспективные начальной школы, они достаточно хорошо подходят для обучения. По поводу специальных разработок мы ведем, хотели сделать как бы дополнение к учебникам, но на сегодняшний день пока этих специальных разработок еще нет. Но вот есть школы, коррекционные школы, которые берут наш учебник, нашу предшколу в качестве содержания первого класса и затем. То есть они просто увеличивают количество времени, за которое они работают. У меня вот в Тольятти был семинар, мы работали с учителями вот этих школ, мы тоже как бы им рассказывали, что они пользуются нашим программным днеурочной деятельностью. Что в общем, мы можем сказать, что да, в России есть практика и опыт того, что наши учебники используются для детей достаточно успешно. Просто успешно используются для этой категории учащихся. И когда эти учащицы попадают в класс, то тоже благодаря вот этой подаче материала они тоже могут принимать активное участие в процессе обучения, они вовлекаются. Потому что этим детям, не только этим, но и родителям, многим детям, детей, которые получают удовольствие от чистого интеллектуального процесса, от решения математических задачек и от нахождения безударных, ударных, классных, а вот здесь его пропустили, и такое большое количество, особенно сейчас. А большее количество детей, их нужно замотивировать, вовлечь в этот процесс обучения. И здесь воспитательные задачи выходят на первое место. Если им нравятся Маша и Миша, если им нравится, как они общаются между собой, им нравится та вот среда, которую мы постарались создать в учебниках, нравятся такие достижения, что их оценивают не только по математике русскому, но их оценивают, и как быстро я бегаю, как далеко я плаваю, как я помогаю дома, что я еще умею, кроме школы, это, конечно, вовлекает ребенка, и для него процесс обучения становится более привлекательным. Вот таким образом отвечу на этот вопрос, но вкусно. Дорогие учителя и коллеги, если вопросов больше нет, вы можете все свои вопросы присылать нам в группу ВКонтакте «Перспективную начальную школу», там мы тоже на эти вопросы потихонечку специалистами отвечаем, можно вопросы оставлять на нашем сайте, а если вопросов больше нет, то мы с вами прощаемся, всем большое спасибо, всем успехов в образовательном процессе. И зайдите потом, почитайте те ответы на ваши вопросы, которые вы присылали, которые мы разместим на нашем сайте, так же, как по театрному чтению, по другим направлениям, у нас тоже эти варианты есть. Все, коллеги, всем большое спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok